Всем привет, с вами Тако, и в сегодняшнем видео я покажу свои недавние приобретения. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что покажу, это вещь, о которой я мечтала, наверное, лет 12 или 11 даже. И я купила их не потому, что это модно, а потому, что это моя давняя мечта, и они стоили дёшево. В общем, сейчас вы всё поймёте. И эти очки чисто для имиджа, без диоптрий, потому что у меня хорошее зрение. И я буду в них до конца видео. Они просто нереально мне понравились, по-моему, у меня даже идёт. Несмотря на то, что мне очень сложно подобрать очки. Да. Следующее. Это очередная подставка под горячее. Наверное, я просто маньяк таких вещей. Не потому, что я много ем горячего или пью горячего. Просто они очень крутые. Смотрите. Нереально классная кошечка. Кошечка. На пробковой подложке. Хорошо, что я была в очках, а то была бы ещё одна шишка. Просто нереально крутая. Немного психодельного дизайна, но мне просто очень нравится. Я в неё влюбилась. Следующая вещь вам покажется детская. Она и есть детская. Это пластыри. Здесь 20 пластырей. Разделены, по-моему, они там по... Четыре упаковки по пять штук, по-моему. Поближе покажу, как они выглядят. Они просто... Просто милые. Я не знаю. Никогда не было пластырей с какими-то рисунками. Я решила попробовать. Следующее опять что-то очень милое и детское. Это ложки. Три ложки с мышкой, с змеёй и с тигрёнком. Напишите в комментариях, как вы думаете, какая из них моя. Следующее, на что мы с братом подсели, это фигурки из таких шоколадных шариков Чупа-Чупс. Потому что они нереально клёвые. Они пушистые. Это... Есть такие игрушки, если вы знаете You Who and Friends. Вот. Я покажу поближе. У нас почти вся коллекция, кроме Сауэй. И куча повторок в итоге, потому что было много скунчиков и белок. И лимуров. Ну, всех остальных. Вторая неожиданная вещь это... Свинка Пепа! Свинка Пепа. Следующее, что покажу, это более взрослая вещь. Точнее, вещь, которая необходима, наверное, в любом возрасте для тех, у кого длинные волосы. Это резинки. Я долго не могла найти резинки. Именно чтобы они нормальные были. Не цепляли волосы, не было каких-то дурацких швов на них или каких-то железных вставок. И нашла такие внезапно в хозяйственном магазине. Сейчас покажу. Я купила три набора по четыре штуки. Один уже затаскала, поэтому покажу два новых. Вот. Они просто яркие, клёвые. О, а здесь нет зелёной. У меня ещё зелёная такая есть. И какая-то белая с розовыми вставками. Не знаю. И эти полосатые, блин, они очень клёвые. Это набор из двух вешалок для шарфов. Они выглядят вот так. Фиолетовая и розовая. Просто у неё мега удобная вещь. И, блин, очень классная. Советую такую штуку к покупке, потому что экономит место в шкафу. И просто у нас много шарфов, поэтому мне это необходимо. И последнее, что покажу. Просто нереально попсово. Ну, я покупала это не с обычной целью, как все покупают. А для того, чтобы приспособить эту вещь как штатив для съёмки. Пока я этого не сделала, потому что я снимаю на старый. Со старым штативом. И это монопод. Фиолетовый. Его зовут Мурасаки. Действительно, он же фиолетовый, поэтому Мурасаки. Купила его просто за какие-то сущие копейки. У нас продаётся он, наверное, от тысячи и больше. Я купила за 350 рублей. Просто... Мурасаки. Я люблю тебя. На сегодня все. Спасибо, если были со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях про ложки. Про всё остальное, что вам интересно было посмотреть. Поругать, не знаю, меня за то, что я покупаю детские вещи. Не важно. Напишите что-нибудь интересное. Или поделитесь какими-то своими давними покупками, мыслями насчёт чего-либо. И пока!